Еще раз всем здравствуйте, любители истории. Мы сегодня с вами закончим говорить о том внешнеполитическом действии, о котором мы говорим уже несколько занятий. Это Северная война, которая длилась целых 21 год, достаточно долго. Было в этой войне многое. Началась она с неудачи для российской державы, для российского государства. Однако закончилась довольно серьезным успехом. Что этому способствовало? Способствовала, во-первых, энергия и политическая охватка самого Петра I, его темперамент, его неспособность сдаваться при малейшей неудаче и постоянно идти вперед. А еще, что способствовало удачам, скорее, один из больших плюсов, это, конечно же, умение видеть и подмечать Петром в том числе то, что нужно исправить. Очень много реформ произошло за время этой Северной войны. Практически весь период правления Петра I, а он продолжался до 1725 года, практически весь период мы увидели, что составляла вот эта война. И война была внешним таким проявлением, но было еще и много внутренних преобразований. Мы о них начали говорить с вами и, конечно же, продолжим. А сейчас немножечко вернемся к ситуации на внешнеполитических фронтах наших, во внешней политике и закончим уже говорить, чем же закончилась вот эта вот ситуация. Еще раз к карте мы вернемся, то, которую мы рисовали, развертка ваша. Мы с вами описали события, начиная с первых дней баталии с поражения под Нарвой, дошли до Победной лесной полтой. Ой, Майя, какая красота! А включи, пожалуйста, микрофон и скажи что-нибудь, чтобы все видели, как она у тебя открывается, эта карта. Вот у меня здесь написано, что вы писали на уроке. А здесь открывается карта. Вот войска шведские и русские. Отмечены такими-то. Да, у тебя твои наклейки помогли. Майя, потрясающе просто. Я знаю, что Алевтины, потрясающие иллюстрации, да? Мартина у нас. Замечательные поэтические произведения, да, Мартин? Я думаю, что ты сегодня продолжишь прямо здесь и сейчас создавать свои шедевры. У Элины тоже, я знаю, что Элина ведет конспект замечательный, да, Элин? Да. Да, тоже есть что добавить, показать, я думаю. Показывайте, потому что мои слова – это только начало, это то, что вас должно продвигать вот в сторону творческого процесса. И это здорово, что у вас рождаются такие шедевры. Свои собственные, вы знаете, их можно, мне кажется, издавать, ваши уже книги по истории. Отлично, супер, здорово, молодцы, умнички. Давайте дальше тоже можно рисовать, можно делать вкладочки, 3D-шные какие-то, да, элементы. Вы уже все это делаете сами и знаете, как это делать. Супер, молодцы. Итак, мы продолжаем. Много чего мы проговорили с вами, да, про обмундирование говорили русской и шведской армии, как их отличить друг от друга. И как раз закончили мы победой не просто русского оружия, а победой, первой военной морской победой, да. У нас была битва у мыса Гангут. Сейчас мы это подпишем. Сражение, которое привело в ошеломление, наверное, всю Европу. Мыс Гангут. Это южное окончание Финляндии, современной Финляндии. Мы сейчас карту с вами посмотрим. Запишем только, когда это было. Это был июль 1714 года. Что здесь происходило? Ну вот после Полтавской победы, да, русские войска и Петр во главе с русскими войсками прям воодушевились. Показали то, на что, возможно, способны, да, регулярная армия, созданная Петром во время этой кампании уже военной. И, конечно же, между тем, чем была Россия в начале войны, да, и тем, чем стала, очень большая была разница. И в Западной Европе совершенно изменилось отношение к России после Полтавской битвы, естественно, да. Что-то здесь было, кто-то, наверное, пришел в, как сказать, кто-то был не совсем, может быть, доволен тем, что какая-то сила рождается, да, вот с Востока. Кто-то был ошеломлен, кто-то был, почувствовал уважение, захотел создать какие-то союзы вместе. Ну, вот, например, на Турцию, как подействовал этот успех, здесь очень много влияний, конечно же, да, сказалось, но вот на Турцию подействовал этот успех не очень в хорошем плане. Турецкий султан понял, что это сила, с которой придется считаться, да, для Турции это был север, с севера, да, рождается сила, с которой придется считаться. И действия Карла XII не только в военном отношении, но и, давайте пока карту покажу, где происходили события, сейчас вернусь к этому, не только на военном поприще, да, Карла XII, но и на политическом поприще, они здесь сказались. Карл XII, находясь на территории Османской империи, это Гангутское морское сражение, вдруг вам захочется тоже его нарисовать, сейчас расскажу про него поподробнее. Так вот, Карл XII, находясь на турецкой крепости, на территории Украины, он, ну, ввел свои переговоры, естественно, да, с султаном и подговаривал его напасть на Россию, да, чтобы ему нужно было оттянуть вот эти силы русские на другой фронт. И случилось то, что случилось. В 1710 году, чуть-чуть я перескочу, ребят, чуть-чуть перескочу, чтобы вам было понятно, мы сейчас вернемся вот к этой карте, но немножечко события другие мы рассмотрим, хорошо? Да, Алифтин. А как называется это? Победа... Мыс Гангут, Гангутское сражение, мыс Гангут. Вот это первая морская удача в 1714 году, это как бы возвратилась сила, военная сила, военный успех русской армии, да, но между Полтавским сражением и между вот этим мысом Гангут был провал. Давайте тогда мы сначала про морское вот это сражение поговорим, потом немножечко вернемся назад, да, чтобы у нас не путалось в голове, что же происходило. Маечка, ты поднимала руку? Нет, случайно. Случайно, но ничего, бывает. Так вот, после Полтавского сражения, крупное такое сражение, после которого считалось, что все уже, ну должна закончиться война, случилось в Балтийском море, до этого русская армия практически наголову разгромила, да, шведскую армию на территории Прибалтики. И весь 1712-й, 1713 год фактически шло такое, процесс освобождения прибалтийских земель, да, северной Прибалтики от шведов. Шведы вытеснялись понемножечку, вот, и, конечно же, Карла XII это не очень, не очень это ему нравилось, да, но приходилось считаться. Помимо того, что в Прибалтике действия происходили, Петр I решил, что стоя, давайте мы вернемся, знаете, к какой карте, чтобы вам было наглядно было видно, Петр I решил двинуться на Финляндию, на финские, на финскую территорию Швеции. Вот здесь вот как раз красным цветом, розовым цветом выделены стрелочки, вот здесь на севере, обратите внимание, мы вот сюда пришли с вами. Сейчас я выделю другой карандаш, чтобы было видно. Так, секунду. У нас эта карта есть, мы ее просто описываем, да? А какого цвета у них корабль? Ну, корабли были, ты имеешь в виду корабль, сам корабль, деревянные. Деревянные корабли были, только отличались чем? Тем, что у Швеции были помощнее корабли, и они были под парусом, парусные. Вот видите, кораблики, вот здесь, с этой стороны, вот парусные корабли, это шведские корабли, русские корабли, да, русский флот же только строился, только приходил в какое-то боевое, да, состояние, поэтому это были грибные суда. Вот русские судна, смотрите, они были поменьше размером, и они были весельные. Вон у них сколько весел, да, на них, вот. Но вот это вот строение кораблей, оно очень хорошо сыграло при вот этом морском, в этом морском сражении. Почему? Потому что сама природа, здесь тоже немножечко природа, можно так сказать, помогла. Вы видите, сколько здесь много-много разных островков, да, на карте. Много-много островков, которые нужно было обходить, переходить, да, вот здесь вот очень много выдающихся мысиков различных. И на парусных больших таких судах шведам было очень сложно как раз маневрировать между вот этими вот островами. И победа у мыса Гангут, почему, вот здесь вот, смотрите, видите, указано место, где произошло. Смотрите, очень узкое место, да, очень узкое место в заливе. Конечно же, здесь удобнее было маневрировать маленьким корабликом, да, маленьким корабликом, которыми и владела Россия, которые были построены у России на веслах, которыми было легко управлять, да, обойти. Даже так как был июль месяц, стояла очень безветренная погода, фактически штиль, никакого ветра не было. И сами представляете, да, что вот эти вот огромные шведские корабли, вы можете тоже их, кстати, сделать объемными 3D, да, модели, и тоже вклеить себе в тетрадочку. И вот эти вот большие шведские парусники, они фактически были обездвижены. И знаете даже, какой способ использовали шведы? Они спускали на море маленькие ботики, такие маленькие надувные лодочки, привязывали канатами свои корабли, большие к этим лодочкам, ботикам, и пытались на этих лодочках оттащить свои корабли поближе к весельным кораблям русским. Вот, получается, наши корабли, да, русские корабли под командованием адмирала Апраксина, они заходили все глубже и глубже вот в эти заливчики, и можете себе представить, да, между вот этими вот островками нужно было маневрировать, да, как-то разворачиваться для ведения боя, конечно же. И кому было проще? Конечно же, маленьким корабликам, да, на веслах они спокойно могли изменить направление движения, они спокойно могли двигаться, им не нужен был ветер, дожидаться ветра. Вот, поэтому здесь за счет конструкции кораблей, конечно же, выигрыш был на стороне русского флота. И произошло как раз вот это сражение, несмотря на то, что кораблей у шведов было больше, но они были не такие маневренные, да, как маленькие лодочки весельные. Ну, не маленькие, конечно же, да, по сравнению с большими судами шведскими, грибные судна, весельные судна русские, они были, конечно, поменьше. И вот можно даже, если у вас на карте есть вот эта часть, вы можете нарисовать там, где находилась, давайте большую карту откроем, где можно поместить кораблики, да, где происходило это сражение. Вот, сейчас я подниму к нашей карте. Можно показать? Конечно. Скопирую даже. Я нарисовала русский корабль, вот, и тут он раскрывается, и там пишется. Ай, молодец, какая Левтина, как здорово! Я же говорю, ты креативный человек, вообще класс! Умничка! И карта-то на чём. Супер, здорово! Видите, как здорово, когда у вас такая объемная, интерактивная, получается, тетрадь учебник. Супер, вообще просто! Я поражаюсь каждый раз, и даже, наверное, нет, уже не поражаюсь, не удивляюсь, я просто восхищаюсь вашими работами. Так вот, смотрите, вот он, мыс Гангут на большой карте. На вашей карте можно поместить кораблики вот здесь. Сейчас я выделю другой карандашик, а то всё у меня сливается. Вот он, мыс Гангут, да? Вот он, обозначен. Хельсинки у нас, получается, столица Финляндии, получается, будет правее, да? Вот у нас Хельсинки. Сюда же направлялись из крепости уже Санкт-Петербург, да? Мы к ней ещё вернёмся, к этим событиям, к тому, как появился город, где появился город, да, когда и при каких условиях, секундочку, Лена, вижу руку, секундочку, вот, и оттуда в 1712 году Пётр двинул свои войска уже не только в сторону прибалтийских земель, да, которые освобождались от шведов, но и в сторону Финляндии, через Выборг, здесь часть, принадлежавшая Швеции, вот здесь вот Ингрия и Карелия, да, и пошли у нас войска по южному, по южным землям Финляндии, туда ближе к северу, ну, конечно, вообще это южная Финляндия, да, на север далеко они не уходили, вот, но Пётр предпринимает уже действия на территории противника, фактически, ага, Кира, 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 не Лена, а Кира, конечно же, твоя рука, да, 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 А я вот хотела, Коша, сказать, а ведь Петербург когда-то был шведским, там была крепость Нейншанс, да, да, ты умничка, правильно? Я как раз живу, вот, знаете, Красноквартийский район, и вот там вот на площади у нас как раз стояла раньше крепость Нейншанс, мы там были. Как здорово, я уверена, что у тебя тоже есть фотографии с этого места. Пришлю как-нибудь. Отлично, присылай, потому что на следующем занятии они нам пригодятся обязательно, хорошо? Мы как раз об этом будем говорить. Разумеется. Здорово, здорово, спасибо большое, и твои фотографии предыдущие, они тоже нам пригодятся, так что у меня всё в копилочке хранится, спасибо тебе большое, Кирушка. Так, умничка, да, вот, но пока мы не говорим о городе, об основании, да, мы говорим, что с этого места отправились войска у нас туда уже на территорию Финляндии. Итак, в 1712-13 годах Пётр отправляется, да, уже по территории, решил развернуть военные действия на территории Швеции, да, ну, в данном случае на территории Финляндии, но она принадлежала Швеции, вот, и... Помимо этого движется вместе и флот, он помогает, с одной стороны, корабля, ой, войскам, которые движутся по территории Финляндии, русский флот себя очень хорошо проявил. Вот эти вот весельные судна очень легко подходили к берегу и снабжали, да, войска всем необходимым. Вот, поэтому... Поэтому было решено, что войска, вот эти вот, да, морские суда уже готовы к, в принципе, дать какое-то сражение. Дать сражение уже шведским, шведским кораблям. И вот нашли вот это преимущество, конечно же, шведский флот считался самым сильным флотом, да, в Балтике, и нужно было найти преимущество какое-то, и преимущество было найдено вот в конструкции как раз кораблей, да, весельных кораблей. А можете чуть-чуть вернуть на ту карту? А вот, большая карта, я её просто скопировала и рядышком поставила, чтобы было понятно, о каких событиях у нас идёт речь. Мне просто ту не видно там. Так, а, маленькую карту, да? Да. Всё, поняла. Вот эту карточку, да? Не видно маленькую, ага. Так, Мартин, пожалуйста, твоя рука. Есть готовое, у тебя готовое произведение? Вы угадали. Отлично. Да, с удовольствием, пока ребята рисуют, пока... Ну что, я читаю, я читаю. Давай, давай. За морем в России, что-то вроде Мессии, жил Пётр Смельчак, большой весельчак. Он ростом высокий, но совсем одинокий. Ему не видать ни страха, ни краха. Его все боялись, но всё же смеялись над ним, над Петром. И всё же перевернул он Россию веро дном. Отлично, просто потрясающе, Мартин, ну ты просто гениальный, я восхищаюсь. Мы все восхищаемся, благодарю, благодарю. Будем дальше ждать твоих шедевров. Мне кажется, это можно даже сложить в, ты знаешь, назвать каким-то словом поэма Северной войны, что-то такое, знаешь, очень красивое. Да, можно, да, да. У меня вот тут есть несколько моих сочетворений. Да, довольно-таки много тут. Отлично. Поэма Северной войны, слушай, прям потрясающе. Можно миниатюрки там, да? Ну и ты придумаешь сам, это мне почему-то вот пришло, это сейчас название. Вот, ты можешь спокойно своё сочинить и маленькие даже какие-то зарисовочки делать. Так, ну что, да, спасибо. Я могу сделать иллюстрацию к этой поэме. Отлично. Кира, смотри, Мартин, у тебя Кира вызвалась ещё и обрисоваться. Я с большим удовольствием посотрудничаю с таким творческим человеком. Мне будет приятно. Потрясающе. Мне тоже. Сложился творческий дуэт, отлично. Я-то как рада, слушайте, вообще просто классно. Здорово. Так, ну что, пока вы рисуете карту, зарисовываете, да, здесь сражение действительно было достаточно серьёзное. Почему? Потому что здесь шведская эскадра насчитывала достаточно большое количество судов, около 30 судов здесь были, да. В основном это крупные суда, пушечные суда, корабли. И, конечно же, Пётр и адмирал Апраксин, Фёдор Матвеевич Апраксин, они переживали за небольшие весельные судна русские и сначала предприняли вот какой манёвр. Вот здесь вот в маленьком перешейке, значит, у Петра родилась идея, что не давать бой и не принимать бой на открытой воде, потому что он прекрасно понимал, что такие огромные суда, да, которые есть, корабли у шведов. Но Пётр, я ещё раз напомню, он вот действительно отличался смекалкой во многом, да, очень классно, творчески решал, креативно очень, мы сейчас сказали, решал многие военные задачи и политические задачи. Вот он понял, что шведы очень хороши на открытой воде, и они как будто заманивали русские суда, да, они встали вот здесь вот в таком проливчике, да, не пуская русские суда в само Балтийское море и решили, что если вдруг захотят русские пробиться, они их с двух сторон фактически вот в одном месте и в другом месте, да, стояли они вдруг, ну, части формирования стояли с одной стороны и с другой стороны. И если вдруг кто-то захочет пройти мимо них, они их быстренько возьмут в кольцо и так далее. Вот, и Петр подумал, так, окей, хорошо, если мы не хотим выходить туда в море, значит, нужно сделать так, чтобы шведов заманить туда, где им будет неудобно. Заманить куда? Ну, вот местечко с другой стороны этого полуострова Гангут, да, очень изрезанная береговая линия, очень много тут островочков, надо их заманить сюда. Как это сделать? И решил... А на фьорде, да? Да, во фьорде, все правильно, все правильно, в заливчике такие, да. В Скандинавии очень распространены фьорды, правильно, Кирочка? Вот, он решил сделать вот что. Он решил настроить переволоку, так называемые переволока, то есть переволочь, место, где устраивали такую, как, знаете, из бревен перекатная такая, как дорога, на которой должны были ставиться судна, да, суда, корабли, и перетаскиваться, переволакиваться по суше. Это место было... Вижу, Алевтиночка, твою руку сейчас дам тебе слово. Это место было выбрано вот здесь, вот, в узеньком перешейке. И вот решил отсюда перетащить свои суда на другую сторону. Но об этом маневре узнал шведский адмирал, вот, и он быстренько переориентировал свои суда, и они отправились вот эти вот, вот эта вот часть, которая стояла, да, и он быстро их отправил, пока был ветер достаточно хороший, да, дул в паруса, он их отправил сюда. И вот здесь вот сформировалась шведская эскадра, выстроилась на той стороне переволоки, да, поджидая русские галеры. Ну, Петр тоже, в общем, там действия такие, знаете, детективные происходили. Петр как раз тоже понял, что он заперт фактически, да, как в мышеловке, и решил он действовать дальше, думает, так, что же мне может помочь. А помогла ему как раз вот погода. В июле стояли безветренные дни, и те корабли, которые остались стоять у самого мыса Гангу, да, у самой оконечности вот здесь вот южной, они фактически стояли с опущенными парусами, потому что полный штиль, да, полное безветрие, и как бы не хотели, например, там, двинуться шведские корабли, двинуться они не могли. И, в общем, Петр Первый пустил сюда не по, получается, не по этой переволоке, да, а по вдоль линии берега, вот, вокруг этого мыса Гангут и в углубление, да, финского туда залива между вот этими вот островочками. В общем, как бы ни пытались шведы подтащить свои корабли, я уже говорила, да, с помощью вот этих вот где-то надувных каких-то маленьких вот этих вот шлюпочек, да, ну, не надувных, а маленьких шлюпок, маленьких ботиков таких, вот, но было безуспешно, да, они пуляли пушками в русские корабли, но достичь ядра кораблей, да, целей не удавалось, потому что маленькие галеры, они очень хорошо маневрировали между вот этими вот стоячими фрегатами и спокойно прошли по другую сторону мыса, вот где произошло основное сражение. Ну, в общем, как бы то ни было, нужно было взять как-то эти корабли на абордаж, чтобы сражение было успешным, да, первые атаки были не очень успешными, только с третьего раза удалось русским морякам обрушиться на судно шведские, ну, в общем, взяли на абордаж и уже действие происходило на палубе, на палубах шведских кораблей и была одержана победа. Целых 10 кораблей были, оказались в русском плену, вот. И, конечно же, это сражение, почему мы его тоже подробно рассматриваем, потому что вместе с сражением у Лесной и под Полтавой, да, на суше одержанная победа, эта победа, конечно же, открыла морские просторы, балтийские просторы, то есть русские корабли сюда смогли выходить в Балтийское море. Это был такой морской триумф, можно так сказать, да, Полтава была сухопутным триумфом, Гангут стал таким морским триумфом русской армии. Алевтина, тебе слово, потому что ты подняла руку. Да, я вот нарисовала и карту, и вот карту. Ага, отлично, ты еще и маленькую успела нарисовать, умничка, и кораблики у тебя потрясающие. Да, да, вот корабли, вот, а здесь у меня он четыре раза раскладывается. Ух ты! Здесь я рисую победа и стол, как все пирулицы. Ох ты, отлично! А здесь вот замысленный Петр, который дует, и тут мысль такая, А, О, нету лета, и они не будут, значит, ездить кораблики и заманить на остров. Здорово! Алевтин, что ты запомнила, да-да-да, отлично, да, ребят, действительно, Петр пользовался как раз вот теми возможностями, которые давали ему условия, да, преимуществами. Маечка. И нарисовала маленькую карту. Так. Такую же, какие, большую, но только... Только маленькую, ага, уменьшена, отлично, здорово, супер! Ну все, вы можете теперь делать такие объемные вкладки, здорово, можно там и корабли подрисовать, можно нарисовать большой шведский, например, корабль с парусами, да? Да, и маленькие. Да, и маленькие грибные русские корабли, да, которые обходили. Ага, вот, отлично, супер, Майя, вижу, вижу, ты готова действовать. Да, пожалуйста, можно и взять картинку за пример, а я пойду дальше. Вторая вас... Ага. Вот так, может быть... Вы можете корабли включить? А вот, 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 вот здесь вот, да? Наверное, вот тебе вот это вот подойдет вам, картинка. Так вот, были во время Северной войны и другие морские сражения, но самое там и второе такое сражение, это 1720 год уже, мы с Грингам. Это уже у берегов ближе к Швеции, но это была такая уже, как можно даже сказать, простая победа, потому что шведская армия фактически была уже в такой агонии. С 1718 года уже шли подготовительные переговоры о мире, но там кое-что случилось в политике, мы сейчас тоже об этом скажем. Давайте не будем перескакивать. Чуть-чуть хочу вас вернуть немножечко в промежуток между Полтавой и Гангутом. Петром, это 1710-1711 года, можете даже нарисовать смайлик такой у Петра, да, не очень веселый, даже печальный смайлик. Почему? Потому что, конечно же, были и поражения, естественно, да, но Петр воспринимал все как возможность к движению, любое поражение, любая неудача Петром воспринималась как вот, как сейчас говорят, да, любая проблема – это такой толчок вперед, да, тебя это должно заставить двигаться вперед. И вот его заставляло это двигаться вперед. И, в общем, после Полтавской битвы, все воодушевленные, да, во главе с Петром Первым, что вот все получается, пошли отвоевывать Прибалтику, в том числе, ну, Северную Прибалтику, да, которая была, принадлежала Швеции как раз, вот. Вот, но, ну, 1710 год еще был такой очень классный на победы для российской армии в Речи Посполитой и в Саксонии, вы помните, они капитулировали, да, Август II капитулировал в свое время, это Курфюст Саксонский и король Речи Посполитой, польский король, вот, одновременно. Но воспряли духом, и они решили тоже подключиться обратно, то есть Восточная Европа, да, решили подключиться обратно к России, двинуть вместе против Карла XII. Но, значит, Карл XII тоже не дремал. Он находился в свое время, в 1710, и в следующем, получается, в 11 году, он находился на территории турецкой крепости Бендеры, он общался с султаном. Для чего? Для того, чтобы подговорить его выступить против России. Что-то нужно было сделать, куда-то оттянуть силы России. Вот, ему это удалось, плюс почему? Потому что султан турецкий тоже считал, что Россия сильно что-то укрепилась, да, сильно что-то выросла ее военная мощь, нужно что-то с этим делать. Потому что страх был потерять больше, чем не только крепость Азов, например, да, не только Азовское море, но и еще и Черное море, а вдруг. Вот, поэтому султан принимает решение о том, что нужно начинать войну с Россией. И в 1710 году, это был ноябрь 1710 года, он объявляет войну. Военные действия начинаются ближе к началу 1711 года. Петр прекрасно понимал, что война в двух направлениях, и на севере, и на юге, она чревата. Да, очень много сил, и так очень много сил, средств и усилий уходило на военные действия. А так придется разрываться на два фронта. И он, в свою очередь, тоже предлагал и султану определенные условия, да, и даже с Карлом XII переговоры вел о каких-то мирных перемириях. Но, к сожалению, вот эти переговоры зашли в тупик. Но Петр такой, ну и ладно, мы уже окрепчали, армия стала более сильной, и поэтому что нам стоит? Будем воевать, значит, на двух фронтах. Маечка, я надеюсь, у тебя осталась картинка, ну, вид этой картинки, хорошо? Ты пока делаешь, суденышки, вот Алифтина делает тоже, да. А я чуть пониже на прудский поход, хорошо? А потом вернемся. Ага. А как звали того, кто хотел с Петром говорить, переговорить? Ну, вести разговор по поводу, чтобы вместе с вами работать. А, август 2-й, ты его имеешь в виду, да? Он до этого, они были вместе в Северном Союзе, вот. Потом, если вы помните, когда Польша капитулировала, там, 1706 год, август 2-й подписал сепаратный мир, сепаратный, то есть он сдался на условиях противника, вот. Вот, и Петр остался один, а теперь, да, теперь он решил вернуться обратно, да, решил, что он может. Он передумал, я не поняла, он передумал сотрудничать. Сотрудничать? Так как Карл 12-й в свое время вторгся на его территории и на территорию Речи Посполитой, и на территорию Саксонии, то август 2-й под, ну, и сам по себе, да, и под давлением Сейма, то есть правительство, он, да, решил сдаться, решил капитулировать, это называется, капитулировать, да, вот, не чувствуя своих сил, и чтобы уже военные действия на его территории не велись, да, но вот почему сепаратный мир, потому что, ой, какой у тебя фрегат получился, отлично, Майя, супер, я вижу, да, супер, здорово, вот. Почему сепаратный еще мир, просто есть корабль, когда есть участники, да, да, можно, Майя, еще раз покажет, я не увидела на галерее в Востоке включать, а, угу, поняла, Майечка, я тебе сказала, а, все видно, да, красивый, очень красивый, да, просто, супер, так, рисуем дальше, творим, о чем я говорила, а, сепаратный мир, когда несколько союзников едет в одном договоре, и один из них выходит из этого договора, да, то есть заключает односторонний такой выход, односторонний выход с, и договор с противником, вот, а теперь, да, после вот этих побед, Август, Август 2-й решил, что он возвращается обратно и может поддержать Петра 1-го, но, в общем, мы с вами небольшие действия затронем, там, не очень приятные для России, это как раз Прутский поход, сейчас, секундочку, одну я тут справлюсь с презентацией, они договорились, и они так и не помнят, с Августом 2-м, который правил Саксонией и Речью Посполитой, да, конечно, а что там было, Петру, Петру и так приходилось действовать на этих территориях, да, и, в принципе, это больше русская армия помогала, просто вы сказали, что Петр так и не расстроился, у меня армия живет, а, вот, о чем ты говорила, все, я поняла, о чем ты говоришь, это мы говорим о переговорах с турецким султаном, с турецким, да, с турецким... Если я не ошибаюсь, то там как раз был, да, Иврагин Первый Безумный. Если я не ошибаюсь, конечно. Мне просто кажется, я проверяю себя, потому что, да, 1712-й, нет, это был уже Ахмед Третий. Они же там достаточно, ну, менялись, да? Они менялись там часто, да, вот некоторые правители даже по два раза правили, там был правитель Мустафа Первый, у него был младший брат, который правил до 17 лет, его убили, а потом снова стал править Мустафа Первый, то есть два раза правил. Да, да, ты прав. Ахмед Третий все-таки, Мартин, я еще раз уточнила. Ахмед Третий. Так, ну что, да, вот получается, что у нас, не удалось договориться с турками, и в 1711 году, это такой провальный достаточно год был, но провальный на южном направлении, значит, Петр, вот по поводу того, что Алифтин, ты сказала, да, и гей наша армия все-таки большая, да, сильная и сможет справиться, решил Петр, ну, не хотите договариваться, и ладно, да, вот здесь вот он с турецким султаном все-таки вышел вот этот вот разговор. И Петр энергично продолжал действовать в своей собственной манере, он сам выехал в армию, в действующую армию в марте, и двигался вместе с ней, в общем, да, двигался вместе с ней в направлении, навстречу турецкой армии. Все произошло на территории... Сейчас, секундочку, опять у меня сбежала моя презентация, не хочет. Значит, все происходило на территории Молдавии современной, да, недалеко от города Кишинев. Это река Пруд, местечко после Яссы, вот видите, здесь красным цветом, да, сейчас посмотрим, на какой карте. Вот здесь вот побольше карта, ее здесь получше видно, где что происходило по отношению к Черному морю, да, по отношению к Польше на севере. Вот это территория у нас Украины. Так, и поближе, карту приближу, вот таким образом. Можно показать? Можно показать? Да, конечно, Алектина. Вот я нарисовала голову, вот я нарисовала голову, они опять открываются. Вот это турецкий король, они ведут договор. Турецкий султан только будет, султан, султан. Турецкий султан, турецкий султан, вот это Петр. Петр говорит, будем делать договор, он говорит, он, турецкий султан говорит, что я передумал, а Петр говорит, ну и ладно, я и так сильный. Отлично, отлично, здорово, молодец, умничка. Так, ну что же, здесь у нас быстренько я проговорю про этот поход, да, он очень был сложный, очень сложный по именно условиям, в которых проходил. Надвигалось лето, можете себе представить, какая жара могла стоять, да, на юге, вот, и можно сказать, что здесь, как обычно, русской армии помогает зима, да, а здесь вот это вот пекло, здесь вот эта вот жара сказалась против, конечно же, русской армии. Конечно же, все мучились, да, и турецкая армия в том числе мучилась в какой-то момент, там, янычары даже не захотели идти в бой, потому что условия были очень, ну такие, очень жесткие, можно так сказать, и климатические условия, жара стояла, не было достаточно воды, не было достаточно питания. До этого еще, ну по сообщениям того времени, да, все поля, которые, где могли кормиться, например, те же лошади, да, они фактически были выедены саранчой, то есть даже лошадям нечего было есть, и поэтому очень многие люди умирали от, именно от жажды, от голода, кто-то даже сходил с ума. Лошади одна за другой, можно так сказать, гибли от того, что их не кормили, да, однако двигался вперед, значит, этот поход, поход продолжался. Русская армия подошла к Пруту, вот к тому месту, где в конце концов была окружена, окружена она была превосходящими силами, если русских войск где-то было 40 тысяч, да, то турецких войск вместе с подошедшими крымскими татарами было около 180 тысяч, то есть даже больше, чем в сколько раз, даже больше, чем в 4 раза, да, где-то 4,5 раза превосходила армия. Вот, но сражение очень долго, проходило очень долго сражение, русские войска не сдавались все-таки, и турки даже, ну, турецкая армия даже в таком состоянии в шоковом была от того, что русские держатся так долго и в таком маленьком количестве. Вот, в какой-то момент даже турецкие войска отступили, Петр уже думал, что будет праздновать победу, да, но полностью, в общем, была некоторая недоговоренность там, да, и не, как сказать, неосведомленность, вот. Уже готовы были и турки сдаться, потому что условия были действительно ужасные, да, но вот и то, что русские в таком количестве, в маленьком количестве могли противостоять, тоже ошеломило, да, вот я сказала, что в какой-то момент даже иначе отказались идти в бой, вот. А в России была зима, пока в юге была шарат, да? Нет, это были события лета, в России тоже было лето, но, например, на юге России тоже очень знойное лето, да, может стоять, очень жаркое лето. Да, 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 да. Я вот как изобразила, вот юг нарисовала, а тут солнце и лошадь, и человек ходит с воды, а в России, вот, пока лодится, человек идёт за водой. Да, 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 спасибо. Да, Майя, пожалуйста, показывай. Вот такой тысячелетский корабль. Ага, ух ты. И нарисовала ещё много вот таких вот маленьких русских. Отлично, да, они показывают как раз вот эту манёвренность, здорово. Ну вот как бы то ни было, в общем, по условиям вроде бы и можно было одержать победу, да, но уже все были бессил в этом походе. Что с русской стороны, что с турецкой стороны. Пётр отправил своих дипломатов для того, чтобы, ну, переговорщиков, да, попросить мира договориться, попросить, а договориться о мире с турецкими переговорщиками. И всё, они никак не возвращались, никак не возвращались. Пётр уже почти двинул армию дальше в бой. И тут появились вот эти вот переговорщики турецкие. И в конце концов был подписан мир. Он был подписан каким образом? Россия теряла свои приобретения на территории Азовского моря. На Азовском море вот здесь. Помните крепость Азов и, значит, город Таганрог, крепость Таганрог, которая была построена. Я прошу прощения, где-то у меня... А вот, сейчас порисуем. Вот здесь. То есть был заключён мир. Всё, здесь военные действия не продолжались. И это очень большое достижение, считал Пётр, да. Но пришлось вот отдать как раз те приобретения, которые были сделаны во время Азовских походов. Вот, но Пётр считал, что мир всё равно был заключён на очень хороших условиях. Да, Алифтин? А можете включить там шведские корабли? Ага, всё, включаю. Вот, после этого прудского похода неудача, конечно же, да, но, с другой стороны, зато Пётр считал, что... Почему я сейчас немножечко поспешу вперёд, пойду, а то время заканчивается. Но Пётр считал, что очень хорошие, на самом деле, условия. Почему? Потому что, наконец-то, можно будет продолжить и закончить, да, вот события на севере. А их уже нужно было привести к какому-то финальному, да, к концу, к окончанию. И всё... Алифтин, могу дальше? Да. Ага, хорошо. И вот 1712-й, 13-й года, дальше 15-й, 16-й, 18-й, всё приходило как раз к тому, чтобы закончить эту войну. Да, и в 1718-м году на Аланских островах был даже... Это острова красным цветом, красной жирной точкой здесь обозначены, между Финляндией и Швецией. Обозначен кружочек. Швеция всё никак не сдавалась. Карл XII всё никак не сдавался, держал оборону, можно так сказать, да, несмотря на моральное уже падение, моральное, как сказать, моральный такой удар даже от поражения при мысе Гангут. Вот, и после того, как Пётр занимает часть Финляндии уже, да, Северную Прибалтику, некоторые войска русские высаживаются даже на территории самой Швеции, на территории самой Швеции. Вот, после этого Пётр предпринимает, как сказать, Пётр предлагает, да, начать переговоры о мире. Были они начаты на Аланских островах, вот здесь вот посередине, да, Аланские острова, недалеко от территории Швеции, недалеко от территории Финляндии. Аланский конгресс. Вот, затягивались эти переговоры со стороны шведов, потому что всё они никак не могли сдаться, никак не могли принять условия, да, предложенные Петром. Вижу, Маечка, твою руку, вижу, Алевтина, руку, секундочку, одну я договорю, просто одну фразу, хорошо, и вам дам слово. Вот, здесь условия как раз перед вами на слайде, они прописаны, да, что и казна шведская опустела, да, и правительство уже отказывало даже королю в каких-то дополнительных расходах. Вот, поддержки лишился Карл со стороны Западной Европы в том числе, и вот он вынужден был пойти на переговоры. Но, происходит вот что, в мае открывается этот конгресс, там тянется, тянется, переговариваются, да, вроде как уже шведы согласились отдать и отказаться от территории Прибалтики в пользу России. Но, в ноябре 1718 года, очень случайно, из случайного выстрела погибает Карл XII. Ему наследует его сестра, сестра Ульрика, которая была вообще просто против каких-то мирных переговоров. Она была только за продолжение войны, да, за то, что Швеция должна выиграть и так далее, и тому подобное. Вот, в 1700, ну, дальше, да, 1719 и 1720 года опять победы русского оружия, в том числе 1720 год у Грингама, у мыса Грингам. Вот, и вот эти победы, они все-таки привели к тому, что Швеция соглашается на мирные переговоры. В 1721 году, кстати, вам для фразы, вот я очень хотела, чтобы проговорить две фразы по поводу Аландского конгресса. Вот Алевтина пишет, да, Майя тоже, Кирочка тоже пишет, вам, мне кажется, будет интересно. Вот этот вот момент, Аландский конгресс, 1718 год, тоже здесь можно подписать. И здесь он начался с двух таких фраз, да, дипломаты, когда переговаривались, значит... Извините, пожалуйста, я не записываю. А, ну, Кир, когда ты делаешь какой-то объемный конспект, у тебя всегда есть такие высказывания того или иного персонажа, поэтому я думала тебе вот тоже будет интересно. Так вот, когда собрались представители, дипломаты, да, русской и шведской стороны, значит, первые фразы были такими. Его царское величество, это русские дипломаты говорят, его царское величество желает удержать... А, нет, да, его царское величество желает удержать все им завоеванное. Это про Петра Первого говорили, про как раз вот Финляндию, Карелию, про Прибалтику, а шведы отвечали. А король желает возвращения всего у него взятого. Вот эти две фразы, и можете себе представить, да, в каких условиях велись эти переговоры и почему они так долго... А можете еще раз повторить? Ага, повторяю еще раз. Его царское величество желает удержать все им завоеванное. Это русские... Это Карл? Это нет, это русские дипломаты говорили. Все завоеванное удержать. А можно кое-что сказать? Да, конечно, Маечка, давай, ага. Этот корабль не вмещается на карту никуда. Слушай, ну, у тебя, конечно, великий корабль получился. Может быть, как-то ты его слушай, а может его как-то тык-тык-тык-тык гармошечкой сделать? Нет, у меня просто здесь столько кораблей и столько надписей, что оно вообще никуда не вмещается. Я так думаю его наклеить возле. Отлично, замечательно, будет иллюстрация, правда? И подписать, что это шведский. Отлично, здорово. Так, а шведская сторона, Левтин, вот здесь вот пишу, да, шведы говорили о том, что король желает возвращения всего взятого. Король желает, ну, король, понятно, да, шведский король желает возвращения всего взятого. Да, и мы заканчиваем с вами вот на какой ноте. Возвращение всего взятого. После очередной победы и морской, и после сухопутных побед, когда уже русские войска высадились на территории Швеции, конечно же, в 1721 году в финском городе Ништадт. Между прочим, этот город, оказывается, переводится с финского языка как Новый город. Новгород, по-русски Новгород будет, но не путать его, конечно же, с русским Новгородом. Ой, Май, вообще супер, у тебя прям одно из другого вытекает, замечательно, хорошее место придумала. Здесь я типа сделала такие смайлики, грустные, типа веселее было. Все время заканчивается. Да, все, мы заканчиваем, да. Так вот, 3 сентября, в сентябре был подписан мирный договор, да, по нему Россия приобретала красным цветом выделенные земли, за это дело было выплачено Швеции полтора миллиона золотом, вот. Но, как бы то ни было, Россия утверждается в мире, становится мировой державой, а еще становится и империей. В октябре, по просьбе Сената, Петр принимает титул императора Всероссийского. Спасибо большое за занятие. На этой браварной ноте, да, на этой замечательной ноте, да, мы закончили. У меня...